Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать в первый день весны. Давайте подарим друг другу улыбки, пожелаем добра, пусть у каждого будет своя весна, но непременно счастливая. А вот с чем пожаловала к нам весна, об этом нам расскажут синоптики. Впереди прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии ночью в горах местами небольшие осадки, дождь, мокрый снег. Ночью в горах снег, днем местами дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3, в горах до минус 7, днем до плюс 11 и местами плюс 1, плюс 6. Ночью на дорогах местами гололедица. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем 7-9 градусов тепла. В республике набирает оборот чемпионат молодые профессионалы у AllSkills Russia. Конкурс по разным компетенциям проходит сразу в нескольких муниципалитетах. Ну а в самом аппетитном поварском деле соревнуются в колледже индустрии питания, туризма и сервиса Черкеска. Блюда готовят разные. От веганской закуски – это множество вкусных рецептов на каждый день и для праздничного стола, и до нашего традиционного оливье. О настрое участников и об индивидуальном рецепте успеха узнавала Альбина Ламкова. Сейчас картошку натру, положу, сверху рыбу, сливками залью и в духовку. Даниил Никольский – будущий кондитер. Всегда балует домашник своей выпечкой. Рыбу готовит периодически, но Себас впервые. Для сочного вкуса ему поможет верный рецепт соуса. У каждого повара он свой, но самый лучший способ для хорошего вкуса любой рыбы – ее пошаговое приготовление. И именно по технической карте, отметил другой участник – Заур Тимурблатов. Также он рассказал и свой личный секрет успеха в приготовлении любого блюда. Заур, что ты сейчас на данном этапе готовишь? Соус апельсиновый. А для чего ты его готовишь? Для рыбы. А главный секрет – для приготовления вкусной и сочной рыбы? С любовью, наверное. Настроен на победу? Обязательно. А что для победы нужно? Не останавливаться, а идти. Пять лучших студентов соревнуются в региональном чемпионате. По одному человеку из каждого вуза республики. Этому этапу предшествовал конкурсный отбор, который студенты прошли в учебных заведениях. Перед началом состязания участники прошли жеребьевку. Каждый из них получил персональный номер. Конкурсное задание должно выполняться по модулям. Студенты готовят первое, второе и третье. Первый день – самый волнительный. Каждый участник готовит три порции салата оливье. Но здесь не все так просто. Конечно, это блюдо, которое каждый год стоит у нас на праздничном новогоднем столе. Особенность приготовления его на конкурсе в том, что используют необычный ингредиент. Это перепелка. А украшают тигровыми креветками. А добавление в блюдо майонеза собственного приготовления придадут ему неповторимый вкус. Конкурс длится 12 часов в течение трех дней, включая 30 минут на подготовку и 30 минут на уборку рабочего места. А два часа на составление меню. В первый день приготовления блюд отводится четыре часа, во второй и третий – по четыре с половиной. Все участники конкурса, молодые профессионалы, стараются работать чисто, аккуратно и эффективно. Это у нас, получается, три площадки. Идет у нас объективная оценка, субъективная оценка и оценка судейская, как слепая дегустация. Где наши независимые эксперты, работодатели оценивают от нуля до двух баллов. Хочу сказать, что каждый год участники у нас все лучше и лучше. Предыдущий год лучший участник по компетенции «Поварское дело» по итогу уже Всероссийского чемпионата молодые профессионалы в отборочном туре получил место в первой десятке. Последний раз, когда мы ездили в Чебоксары со своим участником, было 84 участника. Мы попали в первую десятку, но это тоже нас радует. Мы ездили, сколько мы стараемся, мы хотим проявить свой интерес, мы хотим свои навыки показать, но где-то улыбается удача. Участников конкурса судят по многим критериям. Оценку дают еще и независимые эксперты, учитывая внешний вид, качество, стиль и креативность, текстуру и вкус всех компонентов и общую гармоничность блюда. Презентабельный внешний вид должен быть у участника, работа полностью с оборудованием, инвентарем. Эти все критерии они должны учитывать, поэтому на площадке работают одни эксперты. Далее у нас идут измеримые, где они измеряют температуру, температуру, подачу тарелок и взвешивают, то есть вес изделия должно быть правильно. И третья категория у нас экспертов – это у нас дегустация, самая яркая. Продукты для приготовления блюда заказывают заранее. Меню каждый день разное. Критериев очень много, поэтому ребята не могут импровизировать. Например, для холодной веганской закуски использовали продукты из черного ящика. Но это не так страшно, так как ребята настроены на удачу, и у каждого участника свой рецепт успеха. У меня есть тактика, и я ее придерживаюсь. А так это будет между мной и преподавателем, который меня обучает. Чемпионат профессионального мастерства позволяет участникам проявить свои способности и проверить себя. Проходя испытания, студенты учатся новому. Смотрят на то, что делают другие. И перенимают идеи, трансформируя их, получают что-то авторское. Сделать вручную майонез. Одно из самых сложных, что можно сделать, это вручную сделать майонез. Но он у меня уже получился. Очень нравится. Испытываю такие ощущения, которые испытываю пирожи. Сложно ли приготовление блюд, которые представил вам в виде конкурса? Нет, но если выбрать правильную подачу и правильное приготовление, можно сделать что-то интересное. На площадке по классической схеме работают эксперты, компатриоты. Те, которые готовили конкурсантов. Одна из них – Ольга Суворова. Она сопровождает участницу из Зеленчукского района Алину Фролову. Приехали мы с девочкой с надеждой, что мы победим. Вот надежда нас на победу. Сегодня они изготавливают по сложности приготовления. Не очень сегодня сложный день по сложности приготовления. Самое главное, чтобы у них удался майонез ручного изготовления. Но мы посмотрели у всех участников. Майонез как бы удался. Они справились с заданием. Уровень подготовки у детей уже более профессиональный. Уже они более профессионально подходят. С профессиональной точки зрения они уже спокойно, уравновешены. И они знают, что от них требуется. Как вы думаете, наша республика обеспечена хорошими поварами? Я думаю, что да. Обеспечена. Критерии оценки приготовленных блюд по всей стране. Идентичные конкурсные площадки максимально соответствуют требованиям компетенции. В них устанавливают спецоборудование, подходящее по техническим характеристикам площадки. Каждый год задания чемпионата по компетенции. Поварское дело меняются, но по уровню сложности они всегда одинаковы. Подбираются разные компоненты, пересматривается набор продуктов. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Совсем скоро в Москве пройдет международный танцевальный конкурс. Нашу республику на этом мероприятии представит женский ансамбль «Дочери нартов», который действует на базе государственного ансамбля «Карачаево-Черкесия-Эльбрус». Там они представят сразу несколько народных танцев. О том, как идет подготовка к конкурсу, какие конкретно танцы будут представлены и каков репертуар коллектива. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии мои соведущие Белли Джозаевой ответят художественный руководитель ансамбля «Дочери нартов», солистка госансамбля «Эльбрус» Юлия Даурова и музыкальный руководитель коллектива Артур Шаужев. Доброе утро всем, доброе утро Юлия, доброе утро Артур. Благодарю вас за то, что нашли время, пришли к нам в гости. А повод для нашей встречи, он замечательный. Значит, ансамбль, женский коллектив, в котором вы руководитель, в котором вы работаете, скоро поедет в Москву на конкурс. Ансамбль это действует при государственном ансамбле «Эльбрус». Поедете вы с народным танцем, насколько я понимаю. Да. Мне бы хотелось узнать про этот конкурс, который предстоит вам. Ну, к этому конкурсу мы готовились очень долго, уже, наверное, третий год. Мы сначала прошли отборочный тор два года назад, заняли первое место. В следующем году мы должны были поехать на финальную часть, но, судя по тому, какая обстановка была по именно коронавирусу, у нас не получилось поехать. Мы все были очень расстроены. Ну, ничего, дождались марта месяца. Сейчас вот уже месяц, и уже поедем в Москву. В прошлом году мы должны были в Санкт-Петербург поехать. Очень хотели, хотели посмотреть Санкт-Петербург. Да. Ну, думаю, Москва тоже неплохо для первого раза. И поедем на суперфинал даже. В прошлом году финал должен был быть, и нас перевели именно сразу на суперфинал. Ну, что это за конкурс, Артур? Расскажи, пожалуйста. Организация, да, организация международная. Они организовывают именно фестивали, международный центр, фестивали «Открытый мир искусств». Они проводят отборочные туры по всем регионам России, ищут талантов, дают возможность новым коллективам показать себя. И победителей они уже потом собирают в крупных городах. В Санкт-Петербурге, в Москве. Всероссийский конкурс. Да, конечно, международный всероссийский. Они часто еще в Сочи проводят, в Краснодарском крае проводят, Москва, Питер, Ростов, самые крупные города, которые есть в России. То есть я поняла, что несколько этапов прошли вы для того, чтобы попасть в этот суперфинал. Да, да. И прямо на этот конкурс три года шла подготовка. Ну, вот, мы в 2019 году взяли первое место, в 2020 году должны были на финал поехать. Ну, как я уже сказала, отменили конкурс. И в 2021 году уже должен был быть суперфинал. Ну, вот сейчас, в марте, мы уже... А что будете представлять? Нашу республику в первую очередь. Мы единственные из нашего региона, которые туда едут. Какой танец? Танцы наших народов. В этот раз мы повезем, получается, как бы два черкесских танца, в принципе. Мы еще... Не готов у нас пока, не готов у нас девичий, как игровой танец тоже у нас есть. Это из репертуара Эльбруса. То есть наши дети тоже должны знать весь репертуар ансамбля. И они знают его. Просто чуть-чуть не успели, как бы, вот, закончить этот танец. А так хотелось бы его тоже... Ну, вообще надо представлять два танца, да? Нет, мы везем три танца. А, три танца, да. Да, мы везем три танца. И какой-нибудь танец из них одержит победу, надеемся. Просто из-за того, что вот спецификация такая, что вот у нас только девочки, да? И, к сожалению, многие танцы мы не можем представить, да, вот, наших народов, вот, нашей республики. Но все равно вот как-то вот выкручиваемся, что-то придумываем. Именно для женского коллектива, ну, вот, «Березка» же была, в ней и есть ансамбль, да, самый знаменитый «Березка». Там тоже женский коллектив. Дочери Нартов, да, называется? Да, поэтому мы так и назвали. Ну, в общем, я уже сказала о том, что вы при Эльбрусе работаете. И уже не один год, насколько я понимаю. Вообще, как идея возникла вот этот ансамбль организовать? Вы говорите, дети, это значит, что там даже маленькие девочки танцуют? Танцуют. Вообще, изначально мы просто создали студию. Ну, по просьбе нашего руководителя мы создали студию. Просто занимались. Младшая группа, средняя, старшая. Потом я начала замечать, что есть очень талантливые дети. Их надо потихонечку отделять в отдельную группу. Я их потихонечку начала собирать. И я поняла, что они уже готовы именно целые танцы танцевать. То есть просто заниматься для себя это уже не то. Они уже это переросли, так скажем. Да. На данный момент сколько у вас в коллективе человек? Именно в ансамбле 45 человек у меня. И все выступающие. Ну, и, конечно, хотелось бы узнать о вашем репертуаре. Это только исключительно народные танцы? Нет. Юля вообще пытается дать не только в Кавказ. Она берет русские народные танцы, тоже дает. Дети должны развиваться во всех направлениях. Попытанцы, материал мы даем. Иногда был период, когда современные мы изучали. Испанию. Бальные. Бажин американские, да? То есть мы стараемся развивать их разносторонне. Не только вот Кавказ и все. Если говорить о вашем творчестве, вашем личном творчестве. Артур, ты музыкант. Да. Госансамбля Эльбрус. Ты солистка. Да. Вот насколько удается вам вот это все совмещать с педагогической деятельностью? И кем вы в большей степени себя считаете? Педагогами, артистами? Ну, совмещать нам очень легко, да? Совмещать легко. В принципе, мы, получается, работаем-то в одном здании, да? То есть мы закончили свою основную работу, и после основной работы уже Юля начинает с малышами. Дальше уже приходим вот на старшие группы, вот средняя старшая группа, приходим мы, музыканты. У нас еще вот гармонист играет. То есть у нас живая музыка, получается, вот средняя и старшая группа. Вот. И уже вечером как... Да, целый день у нас занят вот этой работой. А находимся мы вместе, да, постоянно. Ну, вот смотрите, я хотела об этом спросить. Вы 24 часа рядом. И на работе, и дома, и даже в том самом девичьем коллективе. Ну, как это? Творческие споры есть? Ой, мы когда спорить начинаем, это, я не знаю, у нас там все здание трясется, можно сказать. А дома? Дома этого... У нас, даже дома у нас все разговоры только про детей. По большей части про детей, потому что больше туда вот, да, душу как-то вкладываем. И стоит нам затронуть эту тему. Ну, спорим, да. Да. Приходим, все-таки решаем нужный вопрос, мы решаем обязательно. Даже вот маленький нюансик, да, вот такой возьмем там. Вот как мне их вывести, вот здесь вот так сделать или так? Я говорю, я вижу так. А я вижу так. Я говорю, не, ну вот так, может, будет получше. И начинается. Да, и все. Вообще-то я преподаватель. Мне лучше знать. Нет, нет. Ну, пожалуйста. Я художественный руководитель, да, и так далее. Я говорю, ну, пожалуйста, делай, как ты хочешь. А потом сядем. Ну, давай, ладно, так попробуем. И так, и так попробуем, как будет лучше. И все равно приходим, конечно. Обычно вот такие у нас бывают. А вот эти девочки, они потом перейдут в Эльбрус? Вообще... Вы как это видите? Вот развитие? Вообще задумка такая. Они, по идее, должны переходить в Эльбрус. Уже несколько девочек перешли, уже действующие артистки, они работают. Ну, к сожалению, если из десяти две девочки попадут в основной состав, уже отлично. Ну, я вижу как. Так, ребенок занимается тем, что... Ну, свое увлечение он по-любому не бросит. Ребенок до конца, пока вот в школе учатся, они занимаются. А потом уже... Ну, к сожалению... Кем они хотят стать? Вот это большой вопрос. К сожалению, родители очень большое, как бы, да, влияние имеют же на детей. Но в любом случае. То есть, если родитель не хочет, чтобы ребенок танцевал и связывал свою жизнь... Профессионально имеется в виду, да? Да, связывал свою жизнь именно вот с хореографией, с Эльбрусом, то как бы мы ни убивались, что бы мы ни делали, мы не сможем их уговорить. Но есть такие дети, которые все-таки переубеждают своих... Добиваются, да, своего. Да, добиваются своего, переубеждают родителей. И там, видите, как бы обоюдно вот идет, обоюдно вот идет. Ну, по большей части, к сожалению, да, родители не хотят, чтобы дети связывали свою жизнь с хореографией. Просто это хобби. Да, вот как... Многие приводят там, ну, чтобы спинка была ровненькая. Чтобы в жизни умели танцевать. Да, чтобы там на свадьбах вышли, там покрасывались. А потом дети втягиваются, они фанатично начинают относиться к этому и понимают, что они свою жизнь не видят без хореографии. Так что... Ну, и тут такой вопрос напрашивается. Почему ваш единственный сын не увлекается танцами? Ему уже 15 лет, насколько я знаю, да? Он у нас спортсмен, так скажем. Нет, у него был период. Он даже ко мне ходил в группу мальчиков. Наверное, где-то год мы прозанимались. Потом уже, когда он уже к возрасту подростковому подошел, он уже понял, что не надо. Я лучше спортом буду заниматься. Он говорит, это не мое. Ну, и, как правило, дети не всегда идут по стопам родителей. Да, кстати, да. Не всегда. Вы не настаиваете? Нет, абсолютно. Нет, он должен заниматься тем, чем он хочет. Вот мы такого мнения придерживаемся. То есть, куда он захочет поступить, он туда и поступит. Кем захочет стать, тем и станет. Да, мы и должны направлять, но если у ребенка есть цель, он должен идти к этой цели. Потому что ломать его... Нет, если бы он сказал бы, я хочу быть танцором, тогда мы бы поддержали. Он больше себя видит в другой сфере. Я же говорю, вот он спортсмен, он хочет как бы именно... Быть защитником отечества. Да, он хочет защищать людей, так скажем. То есть, он выбрал военную сторону. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Естественно, я желаю успеха вам на этом конкурсе. Спасибо. Верю в вас и желаю удачи. Спасибо вам. Спасибо. В России началась Масленица. Традиционный русский народный праздник ежегодно провожает зиму и встречает весну. Традиционно Масленицу отмечают накануне Великого Поста. Но праздничной считается и вся неделя перед ней. Ежегодно Масленица празднуется за 8 недель до Пасхи и за неделю до Великого Поста. На этой неделе принято печь блины и угощать всех без исключения. Жители Карачаева-Черкесии могут посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», который прибудет на железнодорожную станцию «Черкеска» 2 марта. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы», включающий в себя 9 выставочных вагонов, будет открыт для посетителей со 2 по 4 марта. Чтобы посетить экспозицию, необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта поездпобеды.рф. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности вход в здание железнодорожного вокзала «Черкеска» и музейную экспозицию осуществляется только в средствах индивидуальной защиты. Группы будут заходить в «Поезд Музей» по 12 человек. После каждой группы посетителей во всех вагонах предусмотрена дезинфекция поверхностей и воздуха. Каждый вагон передвижного музея – уникальная история, в которой переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Маршрут по «Поезду Победы» – это переход от одного эпизода к другому. Предвоенные годы – Великая Отечественная Победа. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok